45-летнего Сергея Глазова со скрученными за спиной руками заводят к следователю. При обыске из кармана у него достают пакетик с патронами. После вчерашнего нападения на столичный центр госуслуг СК завел сразу несколько уголовных дел по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Также СК изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев преступления. В результате стрельбы погибли два человека. Четверо, в том числе 10-летняя девочка, получили ранение. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Самого Глазова отправят на психиатрическую экспертизу. Экспертиза должна установить, имеется ли у него психические расстройства или нет. А затем уже суд выносит решение обменяемости и неменяемости, потому что обменяемость – это юридическое понятие. Амбулаторные экспертизы занимают примерно полдня. Эксперты изучают материалы дела, показания свидетелей, его допросы, все характеризующие его документы. А стационарная экспертиза проводится в течение одного месяца. Сегодня обвиняемый подтвердил общественной наблюдательной комиссии, что был уволен из службы внешней разведки в звании подполковника 12 лет назад. Тогда на службе у него произошел конфликт с начальством. По данным московского комсомольца Глазова поместили в больницу, где 4 месяца его лечили галлоперидолом. Оружием подозреваемый владел нелегально. Также Глазов рассказал, что пришел в МФЦ забрать паспорт, но внутрь беззащитной маски его не пустили. Надевать маску в итоге Глазов отказался, так как, продолжил он, в эти санитарные правила не верит. Вообще люди внушаемые, легко индуцируются. Все эти бредовые теории Загоров, они так и бродят в населении. И когда находится человек, у которого есть предрасположенность к восприятию таких идей, то тогда может возникнуть индуцированный бред. Или уже он готов к тому, чтобы у него манифестировало бредовое расстройство в форме шизофрении. И вот совпадают вот эти вещи, вот эти вот идеи бредовые, по сути, и его внутреннее психическое состояние. И вот тогда возникают вот такие эксцессы. В Госдуме тем временем после стрельбы в МФЦ организовали рабочую группу по анализу законодательства в сфере оборота оружия. А завтра Сергею Глазову суд должен избрать меру пресечения. Свою вину он уже признал. Дмитрий Лобанов, Мария Катамадзе и Владимир Чебышев, RTVI.